Ритуальное жертвоприношение. Александр Зубченко на версии Комза 7 октября 2021 года. Меня с самого начала насторожило это совпадение. 7 октября кремлевский тиран цинично празднует свой день рождения, разрезая киевский торт. И в этот же день украинский парламент снимает Дмитрия Разумкова, первый номер в избирательном списке слуг народа с должности спикера Верховной Рады. Случайность? Совпадение? Не думаю. Понятное дело, что без наследия дедушки Фрейда в данном случае не разобраться. На мой взгляд, налицо классическое проявление коллективного бессознательного в форме ритуального жертвоприношения. Как там у Фрейзера с его золотой ветвью? Не помню. Да и хрен с ним, с Фрейзером. С давних времен люди приносили в жертву могущественным идолам самое дорогое, что у них есть. Рыбу там красную, всякую дичь и своих соплеменников. Таким нехитрым образом они просили у Газпрома дешевые цены на европейский газ и теплую зиму. Архетип зарезал-получил скидку прослеживается на протяжении всей истории человечества. И Украина не исключение. Глава спикера Разумкова – это, вне всякого сомнения, подсознательный подарок Офиса Президента и лично Андрея Ермака на день рождения самого страшного тирана в истории обозримой украинскими учеными части Вселенной. Почему подсознательный? Во-первых, абсолютное большинство действий украинских политиков совершается в бессознательном состоянии. Это понятно. Во-вторых, действие разнообразных комплексов, как учит Фрейд, проявляется именно как сублимация бессознательного. Поэтому мы имеем дело с ритуальным жертвоприношением Путину и Газпрому. На что нужно обратить особое внимание в ритуале? Прежде всего, на позицию фракции Батькивщина, которая дружно, в едином порыве проголосовала за отставку Разумкова. Хотя до последнего времени Юлия Тимошенко делала вид, что ее заботят исключительно пенсии малообеспеченным слоям населения Гвадылупы. Тем не менее, голоснула. Недоброжелатели вечно юной бабушки нашей, так сказать, Аллы Пугачевой в политике, пытаются изыскать брутальные мотивы такого подмахивания Офису Президента. Одни говорят, что все дело в бабле, которое занесли в потертой сумке в офис Батькивщины. Другие в закрытии серии уголовных дел, в которых фигурировал зять Тимошенко, некий Чечеткин. Третьи прозрачно намекали на то, что Андрей Ермак сколотил подпольную коалицию в Раде, в которую входят фракции. До вера олигарха Андрея Веревского, за будущее Игоря Коломойского, батькивщина Рената Леонидовича и, собственно, слуги народа. Коллективная собственность Игоря Валерьевича, контрабандистов Павлюка и прочих интересных, но, зараза, мутных личностей с олигархическими замашками. Последнее предположение не лишено оснований, поскольку после голосования по Разумкову четко видно, что слуги уже не контролируют большинство в Раде. Надо 226 депутатов, а максимальный результат, который показала фракция президента 215. И это по такому принципиальному вопросу для Путина и Газпрома, как отзыв главы законодательной власти Украины. Списочный состав фракции СН насчитывает 244 кнопка дава, однако голосует максимум 200-215. И это при повышенных премиях, хрустящих конвертах, поголовном обзвоне и повальном же шантаже. Поэтому очень важна помощь Тимошенко в этих раскладах. Ей даже пообещали должность премьера, но, понятное дело, не дадут. Бабушка явно выходит в тираж и дорабатывает последние годы до пенсии. Опять же, давайте вспомним, как Юлия Владимировна хихикала во время предательской встречи с Путиным по газу. И тут проявление коллективного бессознательного. Одно слово – ритуальное жертвоприношение. Хотя слов два. Парадоксально. Зараза. Поможет ли принесение в жертву Путину Разумкова пережить необычно холодную зиму? Не факт. Еще предстоит много работы в данном направлении. Прежде всего, необходимо как можно быстрее добить экс-спикера, поскольку он может плохо повлиять на депутатский корпус. Ему уже надели на голову терновый венец кандидатов в президенты и постоянно пытают про политические амбиции. На мой взгляд, это вообще недопустимо. Неокрепшая психика собачьих грумеров из фракции слуг может не выдержать. Постоянно ходят слухи о том, что Разумков намерен сколотить в парламенте собственную банду, в которую должны войти люди Богдана, экс-глава офиса Зеленского, ставленники контрабандистов и даже депутаты с нетрадиционной ориентацией с фракции Пинчука-Суроса-Голос. Поэтому надо выгнать Разумкова из Рады к Бениной бабушке. Провести партийный съезд слуг в том же Трусковце, лишить Разумкова мандата и выгнать на путинский мороз голым и боссом, чтоб другие видели, вот до чего доводят игры в политику. Надо сидеть тихо, переживать за поток сознания Марьяны без угла и постоянно интересоваться судьбой Михоса Акашвили. Удалось ли ему отбиться от своих бывших баб, все ли у него в порядке со спиной и так далее. Теперь о законном преемнике Разумкова Руслане Стефанчуке. Это, согласитесь, лучшее из всех возможных выборов. Кто еще может стать таким символом украинского парламентаризма? Бегло пересмотрел все фотки депутатов и уверенно могу сказать, ни у кого нет более широкого лица. Если хотите, есть в такой замене что-то мистическое. Мы как бы демонстрируем Путину. Смотри, тиран, в день твоего рождения парламент стремительно преображается. Да, мы принесли тебе жертву, но взамен ты будешь обречен смотреть на это лицо. Нормальный ход. Ничего против не имею. Александр Зубченко. Ритуальное жертвоприношение.